Гипотеза о том, что нашу планету 12 тысяч лет назад могли населять неизвестные науке разумные существа, которые умели жить и на суше, и под водой, впервые выдвинул американский биолог Айвен Сандерсон, еще в середине 60-х годов. Его гипотеза была основана на простом силогизме. Раз в мировом океане есть пищевые ресурсы и условия для биологического существования, то было бы странно природой матушке оставлять такое огромное и удобное пространство безразумных обитателей. Надо сказать, что при всей фантастичности этой гипотезы она имеет много сторонников в научном мире. И вот недавно эта гипотеза получила неожиданное развитие. Сегодня в нашей программе вы увидите. Лохнесское чудовище размножается. Сколько монстров обитает в Шотландском озере? Я спросил его, показав на точку в озере, что ты там видишь, сынок? Он посмотрел в секунду и сказал, там два существа, два больших животных. Откуда берутся гигантские монстры? Этот рев ему напомнил пароходный гудок. Утопленники охраняют секретный бункер. Почему мертвецы боятся света? Ну, когда ты заглядываешь свет шфонарем и замечаешь фигуры. Невероятное спасение дайвера. Кто уберег водолаза от неминуемой гибели? Делаю шаг к порогу. Ну, слышу, меня сзади окликают. Причем окликают невнятно. Стой. Невероятного монстра в озере засняли в Китае. Эти кадры сделаны в провинции Юньнань. Очень большое неизвестное существо плавает прямо на глазах у нескольких десятков очевидцев. Монстр поднимается над поверхностью и снова скрывается. И так несколько раз. Такой крупной рыбы в этом водоеме нет. Что же это за существо? Среди местных жителей ползут слухи, что в озере поселилось чудовище, подобное Лох-Нескому. А это Урал. Озеро Тургая. В воде плещется огромный черный змей. Человек, который снял его на видео, находится всего в 15 метрах в лодке. Автор уникального ролика потом признался. Испытал неподдельный ужас. Неизвестных в науке гигантских тварей видят в разных концах света. Откуда же они берутся? Что же на самом деле происходит в подводном мире? Долгие годы знаменитая чудовище-возеролох Несс в Шотландии не давала о себе знать. Скептики смеялись. Наверное, существо сгинуло. Но тысячи энтузиастов продолжали осаждать водоем, чтобы увидеть загадочную тварь, которую уже окрестили Несси. И одному из них, наконец, на днях снова повезло. Автор этих кадров – житель Уэльса Роб Джонс. Он и его спутники любовались видами озера. Когда внимание людей привлекло нечто. Оно движется. Движется, да. Существо с длинной шеей действительно медленно двигалось. Мимо него шло прогулочное судно. Но монстр даже не обратил на него внимания, продолжая путь. Когда он скрылся за густыми зарослями, фотограф, не желая упускать его из виду, сорвался с места, чтобы изменить точку. И существо вновь попало в кадр. Что это? Обман зрения? Блики на воде? Коряга, которую несет течение? Или все-таки живое существо, неизвестное науке? Несомненно, что это возможно. И вполне могли увидеть здесь подобную рептилию. Это одна из версий, которую я выдвигаю. Эдриан Шайн знает об этом озере все. Он исследовал его с поверхности и опускался на дно на глубину 200 метров. Сегодня он хранитель музея, посвященного Лох-Нессскому феномену. Поиск Несси – дело всей его жизни. Я пришел к выводу, что по большей части свидетельства о чудовище правдивы. Очевидцы, как правило, говорят правду. Семейный парень из Австралии, Филиппе Вирн и Питеру Джексону, удалось запечатлеть монстра. Они ехали вдоль водоема на машине, когда женщина вдруг воскликнула, что это там. Путешественники до сих пор с волнением вспоминают тот день. Монстр находился примерно в 150 метрах от берега. Он был похож на змея или ящера. И в длину достигал примерно 5 метров. Это был точно не человек. Подчеркивают очевидцы. И не мусор. Говорят, что каждый, кому удалось увидеть Несси, счастливчик. Таковым считает себя и Йен Кэмбелл. Он не только наблюдал за озерным монстром, но и сфотографировал. Йен работает гидом, водит в эти места туристов. И часто сам приезжает отдохнуть на озерах. Это был как раз выходной. Йен вместе с сыном Фрейзером катались на велосипедах. Мы были высоко над озером, на дороге. И я делал то, что все отцы делают. Гонял на перегонке с сыном. Конечно, я победил. И сидел, ждал его. Он задержался где-то на минуту, а я смотрел на озеро, любовался видом. Когда вдруг увидел странную тень, существо в воде. И до меня дошло. Я посмотрел еще раз и задумался, когда мой сын Фрейзер поравнялся со мной. Я спросил его, показав на точку в озере, что ты там видишь, сынок? Он посмотрел секунду и сказал, там два существа, два больших животных. Я не успел достать фотоаппарат и сделать бесценный снимок. Сразу две Несси. Вот этот сенсационный кадр. Я таких раньше не видел. Это так странно. Разные варианты приходили на ум, но оно было слишком большим для всего, за что его можно было бы принять. Сверху существ удалось как следует разглядеть. Они то погружались в воду, то всплывали на поверхность. Я не мог понять, каким образом оно двигалось, но оно двигалось довольно быстро, иногда ныряя под воду. Они были довольно мирными, просто плавали со счастливым видом. Я не думаю, что они стали бы атаковать кого-то или пришли бы в ярость. Было похоже, что они просто плавали по своим делам. Все это продолжалось не больше 20 секунд. Потом существа исчезли. Отец с сыном еще долго стояли, вглядываясь в водную гладь. Но монстры больше не появились. Мое сердце так колотилось. Я думал, что это было удивительно и странно. Это определенно не должно здесь находиться. Это что-то было очень большое. Их было двое. Но почему монстров было двое? Неужели у Несси есть друг или родственник? Йен предполагает. Одно из существ могло быть детенышем. Один из них был чуть больше второго. Они плавали друг за другом. Один следовал за другим. Тот, который плыл позади, был немного больше. Их было двое. Но кто они? Мужская особь и женская? Мать и дочь? Отец и сын? Этого мы никогда не узнаем. Исследователи давно предполагали. Лохнесское чудовище не одиноко. А никто никогда и не настаивал, что оно одно единственное. Из исследователей и энтузиастов никто не утверждал, что мы имеем дело с каким-то одним монстром. К 50-м годам начали говорить о популяции монстров. Как же этим загадочным существам удается прятаться в воде? Почему люди видят их так редко? Где скрываются Найси и сородичи? Эти вопросы не дают покоя исследователям уже 70 лет. Они спускались на сотни метров на глубоководных аппаратах. Исследовали дно с помощью сонаров. И кое-что обнаружили. Недавно сенсационное заявление сделал бывший профессиональный рыболов Кит Стюарт. Он уверен, что нашел убежище таинственного существа. При помощи гидролокатора он изучил дно озера Лох-Несс и обнаружил глубокую расщелину. Почти 890 футов. Это около 270 метров. В то время как официальные данные гласят. Максимальная глубина озера Лох-Несс 230 метров. И это еще не все. Там, в бездне, Кит Стюарт обнаружил нечто необъяснимое. Продолговатый объект, довольно большой и с горбом. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые 29 июня будут в городе Сочи. Дорогие сочинцы и гости этого прекрасного курортного города. 29 июня, в пятницу, я приглашаю вас в Зимний театр на нашу с вами творческую встречу. Поговорим о том, о чем я не всегда могу говорить с экрана. Про нашу с вами жизнь и про то, как устроена жизнь простых людей за границей. Про Украину и про Сирию. А еще о том, где Стивен Хогинг предлагал искать инопланетный раз. И еще. Внимание. Каждый из вас, дорогие мои зрители, кто стал свидетелем интересного события, необъяснимого явления или невероятного факта, сможет рассказать его в нашей передвижной студии. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы. Военная тайна. Территория заблуждений. Итак, 29 июня встречаемся в Зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Куда уходит Несси? Есть пещеры под водой, тоннели, через которые монстры могут проплывать в это озеро. Кого боится рыба в Монгольском озере? То есть это следы, знаете, на них что напоминают? Как будто с озера на берег выскочила десантная баржа. До этого сам кит скептически относился ко всем рассказам про Несси, пока не сделал свое собственное открытие. Теперь многие охотники за лохнастским чудовищем считают, именно в этой впадине вполне могут прятаться реликтовые существа. Правда, есть и другое мнение. Монстры вовсе не живут в озере постоянно, а лишь время от времени заглядывают сюда. В этом озере больше воды, нежели в соседствующих озерах Британии вместе взятых. Не уверен, каков объем воды в нем, но это также одно из самых длинных озер. Оно около 24-25 миль в длину. Также это озеро одно из самых глубоких, около 300 метров. Я не знаю, сколько точно, но очень-очень глубокое. Также есть пещеры под водой, тоннели, через которые монстры могут проплывать сюда, в это озеро. Этим можно объяснить тот факт, что озеро Лохнаст не слишком изобилует биологическим разнообразием. Его воды темные, лучи света почти не проникают в них, а потому и водоросли растут плохо. Нет растений – мало рыбы. Мало рыбы – нечем питаться хищникам. По крайней мере, тем, которые поселились бы в озере надолго. Эти гипотетические существа могут приплывать откуда-то извне. Так же, как лосось приходит из моря на нерест в это озеро. Ведь Лохнесс соединяется с морем рекой Несс. Это озеро – поистине затерянный мир, с темной водой, пропитанной торфом, поэтому она темно-коричневого цвета. Вода в этом озере действительно холодная. На самой большой глубине – примерно 5,5 градусов Цельсия. Все свидетельства о Нессе собраны в центре изучения Лохнесс. Часто туристы сами приносят туда фото или видео. Всех, конечно, волнует главный вопрос – все-таки существует монстр? Или это лишь легенда? Как ни странно, ответ на этот вопрос нашел житель России. В сети появилась подборка фото, которую сделал радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев. Не выходя из дома, он собрал доказательства того, что существа, подобные Нессе, действительно живут в Шотландском озере. Россиянин тщательно изучил фото со спутников, и вот что он нашел. В воде на небольшой глубине будто бы видны огромные змеи, подобные животные длиной от 13 до 34 метров. На некоторых кадрах хорошо видны голова, туловище и хвост. Нессе действительно не один, уверен исследователь. Их несколько десятков. Но чаще всего Нессе описывают как доисторического плезиозавра. Крупное туловище, длинная шея, маленькая голова. Скульптура, изображающая именно такое животное, установлена в Центре изучения Лох-Несс. Нессе свысока приветливо улыбается посетителям. Но так ли дружелюбны монстры в своей естественной среде обитания? В том, что доисторические монстры очень опасны, уверен исследователь Игорь Гришин. Настоящую сенсацию принесла его экспедиция на озеро Хергас-Нуур в Монголии. Про этот водоем давно ходили легенды. Местные жители уверены, что в нем обитает страшное злое чудовище. Оно выходит на берег, чтобы напасть, а затем тащит жертву с собой на глубину. И вот что удивительно, следы гиганта и сегодня нередко появляются на берегу этого водоема. Это следы, которые находятся здесь, на этой косе. Это следы, оставленные какой-то исполинской силой. Свежие следы обнаружила экспедиция Игоря Гришина. Они тянутся на сотни метров. Сам исследователь имеет инженерное образование. Но он не смог найти объяснение тому, что за неведомая сила могла такое сотворить. То есть это следы, знаете, на них что напоминают? Как будто с озера на берег выскочила десантная баржа. Вот не меньше просто. Выскочила и исчезла, понимаете? То есть баржа выскочила и исчезла. То есть она выскочила, сдвинула грунт, сдвинула крупные камни. Причем эти крупные камни, которые сдвинуты, они сдвинуты до самого конца. Вот метров на 15-20 от кромки воды. То есть это явно, что это не действие воды. Потому что вода, она наоборот. Сначала самые тяжелые камни остаются ближе к воде, а туда самая мелочь отлетает. А здесь наоборот. Картина противоположная. На конец следа сдвинуты самые крупные камни. Мы нашли очень интересные следы, которые напоминают следы когтей. Как это сочетается с китом, я не понимаю. Они были очень свежие. Однажды исследователи едва не встретились с монстром лицом к лицу. Они сканировали дно озера с помощью эхолота. Сначала их внимание привлекла странная особенность. Почему-то рыба не опускается ниже 18 метров. Огромные косяки облепляют подводный хребет и замирают на нем. Стали смотреть дальше. И, похоже, нашли то, чего так сильно боится рыба в озере. Просканировав этот подводный хребет, мы нашли интересные закономерности. Мы увидели, как более крупные объекты заглубины подходят к этому подводному хребту и удаляются. Мы подумали, что, видимо, это и есть хищник. Но, опять же, мы не смогли увидеть его конфигурацию даже на эхолоте. Потому что каждый раз была какая-то новая конфигурация. То есть это была либо торпеда, либо шар, либо что-то очень длинное, змееподобное. Но что бы это ни было, ученые не стали искушать судьбу и провоцировать зверя навстречу. Они вернулись на бег. Тем более, что проводники не раз их предупреждали. У озера дурная слама. Рядом нет населенных пунктов. Люди хоть и считают его священным, но предпочитают держаться от него подальше. Зато ученые, напротив, интересуются загадочным водоемом очень давно. Первая экспедиция там побывала еще в советские годы. Игорь Гришин нашел одного из ее участников. И тот признался, видеть чудовище не видел, но слышал. И по тому, как он описывает этот звук, этот голос, этот рев, это что-то очень крупное. Нереально крупное. Потому что этот рев ему напомнил пароходный гудок. Вообще, водоем вполне благоприятен для таких гигантов. Рыба в нем просто кишит. Участники экспедиции устроили экспериментальную рыбалку. Клевало каждую минуту. Весь уловку выпустили в воду. И тут заметили одну странность. 50% рыбы, 50% рыбы в озере со шрамами. Эти шрамы очень значительные. И примерно они идут на одном расстоянии. То есть, если, например, это шрамы, то они будут вот на таком расстоянии друг от друга. То есть, уже по этим шрамам видно примерно прикус, который есть у этого хищника. Но одной лишь рыбой монстр не ограничивается. Иногда ему в пасть попадают зазевавшиеся животные, на свою беду решившие попить воды из озера. Этот череп верблюда нашли на косе. Интересная там такая есть тема, что вот верблюд и вот его костяк прямо остался на берегу. Вот наполовину в воде, наполовину на берегу. Что случилось с верблюдом? Почему он так лежит в этом состоянии? То ли он погиб, но от чего? Но и этот доисторический подводный монстр явно не единственный в России. В Крыму ходят легенды об огромном змее. Его видят и слышат. Он даже попадает в кадры теле и фотокамеры. Монстра назвали Карадагским. По одной из версий, все эти монстры – реликтовые существа, жившие во времена динозавров. Они сохранились до наших дней, практически не изменившись за миллионы лет. Этому способствовала подводная среда. Она же помогает им оставаться незамеченными для людей. Безусловно. Океан – это еще громадное количество открытий, которые в будущем предстоит. Это просто… Ну, мне кажется, что если говорить, вот говорить о, так сказать, взять все тайны океана за 100%, то мне кажется, ну, где-то может быть около там двух-пяти открытых. Океан – это громадное вместилище существ и явлений, которые человек еще не познал. Кстати, наши предки не видели ничего особенного в существовании динозавров. Есть множество наскальных рисунков, на которых изображены эти животные. И художники рисовали их в окружении людей. Но официальная наука об этих находках предпочитает молчать. Вот, например, кувейт. Наскальный рисунок. Люди охотятся на динозавров. А это знаменитые камни ики, найденные впервые. На них также есть динозавры. Причем во всех анатомических подробностях. Индейцы, которые занимались гравировкой, изображали ящеров еще задолго до того, как палеонтологи начали находить их скелеты. А вот удивительная находка, сделанная этим летом в России. Город Старая Русса в Нижегородской области. Здесь была найдена статуэтка в форме динозавра. Ее возраст еще нужно уточнить, но он точно не менее трехсот лет. И что самое удивительное, динозавр на ней изображен в ошейнике. Неужели наши предки не только были свидетелями существования ящеров, но и смогли одомашнить самых безопасных из них? Над загадкой удивительной статуэтки теперь бьются историки. Человек в обозримом будущем окажется на Марсе, и это научный факт. Но как его там встретят? Несмотря на то, что мы давно и упорно изучаем Красную планету, знаем мы о ней очень немного. Есть ли там жизнь? Каковы действительные условия существования? В конце концов, что находится на обратной стороне Марса? Ответы на эти вопросы мы изложили в нашем новом документальном сборнике «Тайны Марса». В нем мы собрали самую последнюю информацию, рассказы участников марсианской программы, самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты, новые, неизвестные ранее марсианские факты. Более подробно информацию на эту тему можно получить здесь. Куда исчезла со дна затонувшая подводная лодка? Мы погрузились туда, и никто не может ее найти. О чем молчат погибшие корабли? Иногда бывает жутковатая картина. Недалеко от Балаклавы на дне лежит советская подводная лодка времен Великой Отечественной войны. Судна типа «М». Их еще называли «Малютками». История ее гибели опутана тайными. Вероятно, субмарина получила пробоину от удара авиационной бомбы или мины. Экипаж принял решение погрузиться глубже, но подняться вновь они так и не смогли. Как говорят, то, что все члены экипажей, которые находились на этой лодке, они остались внутри. Не знаю, может быть, что-то есть мистическое в этом, не знаю, завораживающее. Но на самом деле, на самом деле, когда ты находишься вот именно там, в этой атмосфере, я не знаю, но это необъяснимо. Это что-то, что-то, что-то такое необычное на самом деле. Последние минуты экипаж подводной лодки прожил, понимая, что никогда не увидит света и не сможет проститься с родными. Что происходило в этот момент внутри, страшно представить. Дайверы говорят, даже сегодня лодка словно живая. Она будто опустилась на дно ненадолго и ждет своего часа, чтобы вновь подняться. Нет, ну звуки, они присутствуют, звуки присутствуют, присутствуют какие-то скрипы, какие-то определенные, определенные какие-то шумы. То есть, как бы, бывает это. Как правило, когда погружаешься, когда погружаешься глубоко, пытаешься не развивать, не развивать определенные чувства, чувства того, что это происходит, ну как-то, ну, давать этому какое-то потустороннее, потустороннее, скажем так, влияние, да, этому скрипу. Думаешь, что это, ну, как бы, действительно что-то произошло от того, что там течение или что-то там, корабль двинулся. А может быть, а может быть и нет. А может быть, это действительно какая-то мистика, может быть. Действительно души погибших моряков. Несколько лет назад дайверы установили над ним мемориальную табличку как дань уважения погибших моряков. Заранее готовились к такому серьезному мероприятию. Несколько раз до этого погрузились на место. Выбрали, где лучше закрепить табличку. Казалось, что учли все. В назначенный день приехала пресса. Принять участие в том памятном погружении захотели многие дайверы. Собралась большая группа. В этом месте все они бывали не раз. Начался спуск. Но последующие события до сих пор не может объяснить никто. Мы погрузились туда и никто не может ее найти. То есть буквально с 30 метров просто видимости нету, молоко сплошное. Все мечутся, ищут. Я был рядышком, мой знакомый был с этой табличкой. Уже второй круг проплывает в том месте, где она должна лежать. Не мог ее найти. Ну, уже воздух заканчивается, нам нужно выходить. Говорится, саму миссию мы не выполнили. Лодка, которая еще вчера лежала на дне, словно испарилась. Уже на последних минутах погружения, когда нужно было возвращаться на поверхность, дайверы вдруг увидели малютку. Она словно ниоткуда вновь появилась на своем месте. Чудом успели поставить табличку. Водолазы говорят, такие истории происходят неспроста. Быть может, души моряков в тот день не хотели, чтобы их тревожили. Можно говорить о том, что души погибших моряков могут не пускать на объект по какой-то загадочной, непонятной нам причине. Может быть, это из-за того, что не почтили их память. Может быть, из-за того, что они чего-то нам хотят сказать. Часто в таких местах дайверы проводят ритуалы. Возлагают венки к самим объектам или на поверхности над ними. В это сложно поверить, но отклик они получают всегда. Сергей Зайцев до сих пор не может забыть один случай. Это было в районе 35-й береговой батареи под Севастополем. В годы войны многие моряки нашли там свою смерть. Вся эта бухта, она кишила трупами. И это все место, оно куда-нибудь вниз, везде была капля крови. И когда мы у нас дожили венки, скажу так, то они даже не стояли на месте. Они вот так вот начали крутиться. Крутились, крутились, крутились. Ну, сюда тяжело, конечно, вспоминать. А это уже современное судно. Огромный океанический сухогруз Хадж-Измаил. Он потерпел крушение в 2007 году. Тогда в Севастопольской бухте случился небывалый шторм. Стихия изрядно потрепала побережье. На мель выбрасывало довольно крупные суда. Волны поднимались на высоту многоэтажек. Именно в этот момент в порту оказался грузинский сухогруз Хадж-Измаил. Береговые службы рекомендовали ему выйти в открытое море и лечь на дрейф. Там было больше шансов спастись. Но выполнить этот маневр экипажу не удалось. Мощные волны буквально разломили судно пополам. Из 17 человек выжили только двое. Сейчас разорванный на части сухогруз лежит на глубине около 80 метров. Для погружения на такой объект допускаются только серьезно подготовленные профессионалы. Просчитывается каждый шаг. Заранее обсуждается едва ли не каждая минута, которую нужно будет провести под водой. Как было этим летом. Группа дайверов собиралась осмотреть Хадж-Измаил. Среди них был инструктор Артем Кириллов. Он вспоминает, что мистические странности стали происходить еще на суше. Сначала выяснилось, что его костюм для погружения каким-то чудом остался в клубе, откуда выдвинулась команда. Пришлось вернуться. Нехорошая примета. После этого мы действительно так посмеялись, говорим, что что-то может произойти. Но на самом деле этим все не обошлось. При погружении на это судно мы выбрасываем тяжелый груз, для того, чтобы не промахнуться мимо. Дело в том, что в этом месте очень сильное течение. Мы промахнулись. На самом деле у нас запутался ходовой конец с грузом. Груз очень тяжелый, порядка 50-60 килограмм. Его пришлось поднимать вручную, распутывать эту веревку. После этого мы вышли снова на точку, сбросили груз, собрались снаряжения, погрузились. Дайверы внимательно осмотрели судно. Была возможность заглянуть в каюты. От увиденного там не по себе стало даже бывалым. В помещениях сухогруза по сей день находятся останки погибших моряков. Когда мы делаем погружение и ходим вдоль борта, то есть когда мы исследуем судно, без проникновения – это одно. Но когда мы проникаем в объект, то тогда, ну, как бы на самом деле тут иной раз бывает жутковатая картина, да, и как бы там… И прислушиваешься каждому в звуку, каждому, не знаю, там, какому-то вдоху своего напарника, да, и как бы смотришь на все по той причине, что мы можем обнаружить в этот момент и останки тел в тех местах, где это, ну, будет действительно неожиданно, да, и как бы, ну, на самом деле нужно быть ко всему готовым в этот момент. Возвращаться на поверхность дайверы должны были по той же самой веревке с грузом, которую они установили в самом начале погружения. Группа дошла до точки и не нашла веревки. Ее словно кто-то забрал. Если вы желаете составить собственное мнение об истории древнего мира, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения, эта книга специальна для вас. Запретная история древнего мира. В ней мы собрали самые интересные факты, версии и гипотезы, которые не во всем вписываются в классические представления о древнем мире. Более подробную информацию на эту тему можно получить здесь. Почему мертвецы боятся света? Когда ты заглядываешь, светишь фонарем и замечаешь фигуры. Кто уберег водолаза от неминуемой гибели? Я делаю шаг к порогу. Ну, слышь, меня сзади окликают. Потом окликают невнятно. Стой или... Позже выяснилось, что пока дайверы исследовали корабль, воздушная подушка, которая должна была держать веревку с грузом, мистическим образом надулась и просто утащила его вверх. Как это случилось, никто до сих пор не поймет. Ведь все оборудование было исправным. Его несколько раз проверили. Теперь им предстоял непростой подъем. Подниматься пришлось, просто зависая в толще воды и строго следить за глубиной. А на полпути водолазы должны были выбросить сигнальный буй, чтобы их товарищи, которые ждали их в лодке на поверхности, могли без труда их найти. Выбрасываем буй. И мой буй уходит не вертикально вверх, а он просто вот так в горизонт улетает. У меня катушка 60 метров, почти подлостью вся разматывается, и буй уходит даже не под 45 градусов, а еще даже меньше. Они не могут понять, что происходит. Оказывается, течение. Они начинают за мной плыть, потому что у меня это буй тянет. Ребята, которые находились на лодке сверху, конечно, были удивлены, потому что когда буй выскочил на поверхность от корабля, это было уже почти метров 500. И он и нас так внесло в сторону Евпатории. По правилам глубоких погружений дайверы не могли подняться на поверхность быстро. Это привело бы к кессонной болезни. Ее итог – серьезная проблема со здоровьем, инвалидность и даже смерть. И пока водолазы пытались держаться на нужной глубине, течение уносило их все дальше и дальше. В этом месте очень сильное течение. Нас таскало на 2 мили в одну сторону, на 2 мили в другую. А на боте, команда, которая ждала нас, они вообще не понимали, что происходит, собственно говоря. Вот такие вот странности. Самое интересное, что до начала погружения условия были более благоприятные. Иначе гроба под воду просто бы не пошла. Течение усилилось, пока люди были под водой. Что случилось? Почему море разбушевалось? Или это души погибших моряков были недовольны тем, что кто-то решил потревожить их покоем? Как бы то ни было, от неминуемой гибели этих ребят спасла только серьезная подготовка и солидный опыт. Профессиональный водолаз Дмитрий Курунов пережил в Таиланде несчастный случай. Когда он и его напарник поднимались на поверхность, на них налетела лодка. Дайверы попали под винты, но, к счастью, остались живы. Дмитрий лишился ноги, но любимое дело не бросил. Восстановился и продолжил нырять и участвовать в подводных работах. И уже после того самого ЧП с ним произошел случай, когда неведомая сила в буквальном смысле отвела от него беду. Это произошло вот в этом месте. Бункер Жукова. Бункер Министерства обороны СССР. Бункер Приволжского военного округа. Как только не называют это место горожан. С ним связано множество легенд. До сих пор нет точного ответа, для чего в 41-м могло строиться столь грандиозное сооружение. Этим вопросом сейчас занимаются историки. И скоро в бункере откроют музей. А пока помещение можно осушить и сделать безопасными для посетителей. Эта задача легла на плечи Дмитрия и его товарищей. И практически сразу водолазы столкнулись с необъяснимыми явлениями. Длинный коридор, выход с лестницы, поворот. И когда резко мы включали фонарь, поворачивали в эту сторону, первое впечатление в луче фонаря заставала в конце коридора какая-то фигура. И она плавно уходила в сторону. Сначала казалось, что просто, может быть, кто-то уходит туда по коридорам к лифтовым шахтам. Но когда мы засекли точное место, где видели эту фигуру, это оказалась перемычка со стеной. Такое ощущение, выходит со стены, заходит стена. Особенность таких помещений – это абсолютная тишина. Она словно обволакивает, становится густой. Кажется, ничто не может ее нарушить. Сюда не проникают звуки с поверхности. Каждая капля, каждый звук в подземелье отдается громким эхом. Малейшее слово – громом. Когда мы шли, он был затоплен, воды было по грудь. Останавливается легкое колыхание волны. И потом вдруг какой-то или вдох, или стон, или кто-то слово. Оборачиваемся. Витя, ты что-нибудь говорил? Нет. Диман, ты что сказал? Я ничего не говорил. Это плеск. Заходим за угол. Опять кто-то окликнет, аукнет. Уже явно все слышат. Смотрим друг на друга. Не говорили, не говорили. Ты слышал? Слышал. В один из дней группа исследовала помещение недалеко от лифтовой шахты. Решили разделиться. Дмитрий пошел ближе к лифтам, а его товарища немного в сторону. Вот это то самое место. Можно назвать границей аномальной зоны. По потемнению стен можно отследить, как до какого уровня стояла вода, когда мы начинали обследование. Вот. Не было по грудь. Когда я шел в гидрокостюме, группа у нас разошлась. Я повернул направо с баллоном. Виктор с своей бригадой пошел к дальней шахте. И вот здесь, пока я присматривался, дошел до порожка. И хотел сделать шаг. Вот сюда. Дайвер должен был погрузиться в шахту. Но чуть замешкался, пока проверял свое оборудование. А когда собрался шагнуть в глубину, случилось нечто абсолютно невероятное. Делаю шаг к порогу. Ну, слышу, меня сзади окликают. Причем окликают невнятно. Типа, стой. Я обернулся. Вить, ты оборачиваешь. Тишина. Делаю шаг, перед мне опять. Да стой ты, вернись. Я говорю, с какого перепуга? Что такое-то, ты можешь сказать? Еще шаг вперед. Что-то уже как голос такой. Ну, вернись, что ли. Я думаю, да господи, да что это за мистика. Делаю шаг назад, воно только заколыхалось. Заглядываю за угол, оборачиваюсь, там никого нету. И в этот момент впереди грохот, плеск. Я аж сам присел, не понял. Обернулся, посмотрел, у меня прям похолодела спина. На то место, где Дмитрий находился секунду назад, рухнула тяжеленная труба воздуховода. Если бы его не окликнули, он бы точно погиб под этой громадиной. Дайвер поспешил поблагодарить своих товарищей за то, что те вовремя его остановили. Но они лишь удивленно посмотрели на него. Я представляю, что я чуть не шагнул под трубу. Я думал, ты меня позвал. Он нет, не звал. Мы зашли за угол, мы там потихонечку обсуждали. Мы тебя не звали, не окликали. Оказалось, что остальные дайверы в этот момент были далеко. Прибежали только потому, что услышали жуткий грохот. И когда увидели Дмитрия Невредимого, просто не могли поверить в происходящее. Он смог этого избежать только по причине того, что кто-то его окликнул. Его напарник уже был в стороне, либо он ушел вниз, либо он был в другом помещении. И он слышал отчетливо голос. Его звали, его остерегали, просили подождать. Ничем это не было обоснованно. Он никого не увидел. Пройдя дальше, отойдя от места, от шахты непосредственно от места своего погружения, труба резко упала. То есть тем самым эта мистика спасла ему жизнь. Голоса слышали почти все, кому приходилось работать на объекте. Иногда казалось, что кто-то следовал за дайверами по пятам. Получалось так, что ты идешь, у тебя впереди идет человек, с которым ты в паре обязательно, чтобы не потеряться. И позади ты где-то слышишь еще шаги, хотя ты замыкающий. И когда ты проходишь, заглядывая в разные комнаты, поскольку комнаты и помещений здесь множество, становится каждый раз немножечко страшно, как-то необычно, когда ты заглядываешь, светишь фонарем и замечаешь фигуры. И, как рассказывали ребята во время работ, когда они их проводили, было и такое, что с ними разговаривали, слышали какие-то слова необъяснимые. Кому принадлежали эти голоса? Чьи тени видели дайверы? Сами они не исключают. Бункер мог стать братской могилой для некоторых строителей. В военные годы технику безопасности могли не соблюдать. Спешили завершить стройку. Люди срывались с высоты или оказывались под завалами рухнувших пород. Частенько люди думают о том, что такие места притягивают духов. Возможно, здесь какой-то энергетический изгусток есть, и куда тянутся духи, и поэтому они здесь обитают. Но, к счастью, не было замечено ничего такого, чтобы было... Ну, ничего плохого не было замечено, что не со злым умыслом, так сказать, они здесь обитают. Вероятно, просто их потревожили, поэтому они пытаются либо найти себя в другом месте, либо помочь людям. Ну, каждый кто как может. Но дайверы были не единственными, кто сталкивался с таинственными обитателями затопленного подземелья. Их видели и другие люди, даже на поверхности. Любопытное явление описал охранник, который долгие годы работал на объекте. Много раз ночами он видел одну и ту же картину. Силуэт человека недалеко от входа в подземелье. Незнакомец не реагировал на голоса, не отзывался. Просто стоял, а потом дал, исчезал. Даже разглядел то, что был у него на фуражке синий околышек. А по историческим данным, стройка, когда здесь происходило строительство бункера, как раз охраняли войска НКВД. Они носили фуражки с синими околышками. Вот так. Гриф секретно. С бункера сняли совсем недавно. Нет даже точных планов и схем. Его площадь, по разным данным, от 400 до 600 квадратных метров. А может и того больше. Примерно на 30 метров он уходит вглубь. Более 75 лет назад тут развернули масштабные работы. А потом вдруг прекратили. Бункер оказался затопленным. Неизвестно, искусственно или случайно. По причине аварии или просчета архитекторов. Зато всяких баек с этим местом связано немало. Рассказывают про одного предприимчивого самарца, который в 90-е использовал бункер как нелегальный склад. В 90-е годы заправок не было. Держал там запасы бензина и запчасти для лодочных моторов вихлей. Но потом сказали, что-то случилось, что Михалыч так напугался, он бежал оттуда, сломя голову. Потом и в церковь ходил, и вещи ставил. А когда у него спросили, бензина, а у него всегда был запас, он там держался за лопас. Сказал, нет у меня никакого бензина. Говорит, у тебя же там в подвале стоит. Ни за какие корвишки, я в этот подвал больше не вернусь. Никогда, ни за что. А что там было, не скажу, и не ходите, и я не пойду. Долгое время все думали, что это городской анекдот. А оказалось, исторический факт. А подтверждение этой легенды было, что когда мы начали осматривать бунтель затопленный в одной комнате, мы нашли этот склад Михалыча как раз. Дайверы отмечают, было такое, что от работы их словно намеренно отвлекали. Кроме странных звуков и теней, были еще и мелкие поломки оборудования. Вполне исправного, проверенного десятки раз. Я убеждена в том, что это непосредственно мистика, потому что оборудование было исправлено, оно было проверено перед этим, и во время работы, резко прекратив свою работу, не было на то никаких видимых причин. В помещении, опять же, не было посторонних, и потом, после того, как была исправлена проблема, то есть снят насос, все просмотрено, лишний раз никаких повреждений не было обнаружено. Так было с шахтой лифта, той самой, рядом с которой едва не погиб Дмитрий. Есть мнение, что при строительстве этой части бункера могло произойти самое большое количество трагедий. Из шахты нужно было откачивать воду. Для этих целей установили мощный насос. Он прекрасно работал в других помещениях, а тут начинал вести себя очень странно. Нет, он не ломался, словно кто-то его выключал. Когда насос был погружен в дренажный приемник, и оттуда шла откачка, я сидел, контролировал силу напора воды здесь из трубы, из пожарного шланга. И вдруг слабеет, 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 вода прекращает идти. Беру фонарь иду смотреть. Дохожу, вижу, что шланги опали, давления воды нет. Только подхожу к этому дренажному приемку, смотрю, что насос погружен, поплавок еще утоплен, и он вдруг начинает сам по себе работать. Загудел, и пошла работа опять. Так было несколько раз. Работы в бункере еще продолжаются. И не исключено, что главные тайны этого затопленного подземелья еще не раскрыты. Хотя все живое на нашей планете, как считает Бука, вышло из воды, эта среда для нас остается одной из самых закрытых. Что происходит на глубине? Какие процессы там идут? Какие существа скрываются от нас? Наверное, пройдет не одно столетие, прежде чем мы узнаем еще хоть малую часть этих тайн. Похоже, обитатели подводного мира сами решают, быть дружелюбными к нам или, напротив, не пускать человека в подводное царство. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые 29 июня будут в городе Сочи. Дорогие сочинцы и гости этого прекрасного курортного города, 29 июня, в пятницу, я приглашаю вас в Зимний театр на нашу с вами творческую встречу. Поговорим о том, о чем я не всегда могу говорить с экрана. Про нашу с вами жизнь и про то, как устроена жизнь простых людей за границей. Про Украину и про Сирию. А еще о том, где Стивен Хогинг предлагал искать инопланетный раз. И еще, внимание, каждый из вас, дорогие мои зрители, кто стал свидетелем интересного события, необъяснимого явления или невероятного факта, сможет рассказать его в нашей передвижной студии. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы – военная тайна, территория заблуждений. Итак, 29 июня встречаемся в Зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. Субтитры сделал DimaTorzok